привет всем любителям мма а особенно привет всем любителям моей болтологии об мма ну и особенно большой горячий привет антону сергеевичу который на протяжении уже наверное многих лет регулярно после каждого выпуска понемножечку ну донатит начинали мы с ним до 20 22 рублей потом мы спрогрессировали до 33 рублей и сейчас мы вышли на пик формы 44 рубля если бы каждый кто просматривает вел бы себя также было бы очень даже хорошо ну или хотя бы по 4 рубля уже было бы что-то но тяжело и беспросветно жизнь ютуберного подкастера юси fight night досанис против физи его так в ночь 9 9 на 10 июля апекс все стандартно маленькая клетка не самый интересный не самый большой карт и наверное обзор тоже будет не самый интересный ну делаем что можем с чем с чем есть с тем и работаем пары на турнире подобраны специфическим образом как правило это либо хороший против хорошего либо плохой против плохого открывает у нас турнир хороший против хорошего ронни лоуренс против сэйд юхуба кахрамонова категория 135 фунтов 61 килограмм лоуренца есть победа на контендер сервис неплохая и две неплохих победы в UFC качейра без вариантов мартинес по сути тоже без вариантов ну я думаю все знают что из себя представляет ронни лоуренс это безудержная непрекращающаяся борьба очень большое количество тейкдаунов которые он осуществляет что говорит о его хороших навыках по переводу людей в партер но возможно они самых лучших навыках по их этих людей там удержанию потому что ну все-таки если ты так много переводишь значит из-под тебя часто встают приличная стойка неплохие кики с рук он практически не бьет руки держит низко опущенными почему он с них не бьет я не понимаю потому что в последнем бою он например трижды акцентированно попал по мартинесу и трижды его отправил в нокдаун то есть ну даже что-то у него в руках оказывается есть какая-то мощь не доработал мартинеса ни в первом и ни в втором раунде это ему в минус ну и в третьем сам уже попал в тяжелую ситуацию хотя она была все таки несколько такой мне кажется носилась носила немного случайный характер потому что он сначала пропустил бэкфист бэкфист такой удар который можно пропустить раз за этот самый за встречу как бы ничего там такого нет ну потом он еще там в партере после бэкфиста немножко выхватил ну и была для него там конечно опасная ситуация но в целом он все равно выровнял но то что он не доработал мартинеса и может быть у него тоже не самая крепкая челюсть это наверное его минусы в остальном в общем-то у него минусов то особо нет он подвижен он много бьет кики вот то что он опять же там ушел в нокдаун это не говорит о том что он допустим много пропускает он мало пропускает но что он в основном стоит на безопасной дистанции и в общем-то попасть по нему не так просто ну как рамона что он дебютиров нас на коротком против тревина джонса до этого принципе у него была карьера на региональном уровне где лишь была позиция не особо но и опять же маром нурмагомедовым показал сравнительно конкурентный бой там почту этого оскара оскара который там типа как бы проспект лфа какой-то там должен был встречаться с келлахером в январе ну по моему там из-за него бой слетел у него был к вид что касаемо боя с джонсом там есть как рамонова за что похвалить есть моменты которые немножко вызывают тоже некоторую озабоченность во первых для вообще выступления на коротком уведомлении когда он не смог даже вес сделать он выдал в целом выступление то вполне себе приличное джонса поймал в третьем раунде на сабмишен по ходу боя в целом выглядел тоже вполне себе конкурентно прихватывал там джонса до этого еще на сабмишены где-то попадал довольно таки тяжело но во первых надо отметить что джонс все-таки имел там кое-какой успех он достаточно большое количество времени сайт юкуба мог прижимать клетки и один раз перевел и занял позицию в маунте в конце второго раунда и в общем-то как рамонова почти что можно сказать забивал ну и надо отметить что в том бою джонс который был видимо все-таки измучен многократными веса гонками в ожидании вот этого боя он сдох за раунд и это но одна наверное из причин все-таки по которым джонс проиграл бой поскольку но кахрамонов его поймал уже в самом конце третьего раунда на гильотину если бы он его не поймал я думаю он проиграл бы решение потому что все-таки джонс чуть по чуть но раунды прибирал и он навязал такой вязкий бой довольно таки и все-таки мне кажется что кахрамонов бы там по раундам проиграл 21 поэтому что мы здесь имеем мы здесь имеем ронни лоуренса который будет кахрамонов бороть наверное с переменным успехом потому что перевести саид якуба можно но в общем-то сложно и он неплохо встает и у него есть атакующая джиу-джитсу у него есть в арсенале фронтальные удушки он дважды ими уже заканчивал если у там датс есть гильотина поэтому в принципе для лоуренса будет опасность попасться на проходе в стойке кахрамонов немножко размахайщик он слишком мне кажется заряжается на удары в основном боксирует бьет тяжело но он больше именно ищет финиша и поэтому здесь что я думаю по коэффициентам в общем-то я согласен наверно лоуренс должен быть небольшим фаворитом за 1 и 7 кахрамонов за 2 и 2 мы в принципе можно найти аргументы в пользу любого из бойцов но я скажу что скорее всего кахрамонова шансы все-таки как по мне здесь на досрочку я плохо вижу бой в котором он победит решением а вот подловить лоуренса или попасть по нему тяжело наверное он может поэтому если бы я ставил на кахрамонова я бы ставил на досрочку а лоуренса ну я думаю все-таки кахрамонова сложно удосрочить да кстати еще отмечу что на мой взгляд все-таки лоуренс выносливее хоть он и в последнем бою подпросил но в целом у него кардио весьма приличная вот сейвью куба в общем-то уставшим уже видели хотя сейчас на полном лагере возможно он покажет какую-то приличную выносливость боец перспективный но в целом если дам предпочтение лоуренсу ставить наверное я не буду потому что здесь хороший боец против хорошего опасного бойца лоуренс все-таки больше такой любитель подзалежать про контроль парень ну кахрамонова шансы будут но в целом все-таки я больше шансов даю лоуренсу мне кажется что вот его этот бесконечный чейн рестлинг он сделает свое дело и я думаю что у него хватит навыков не попасться к храмонову и при этом его ну в какой-то степени завалять или заприжимать то есть рано или поздно я думаю него тейкдауны пойдут если не пройдут в начале то потом мне кажется нутки все-таки он кахрамонова вымытает у него будет борьба проходить начинается парад фриков категория 93 килограмм кендензичеку против карла роберсона для роберсона это второй бой в категории 93 в который он недавно поднялся и успеха не снискал кеннеди похож на какого-то африканского деревенского парня который на всех пьянках и гулянках очень сильно бил парней из соседней деревни ему сказали слушай может быть вообще тебе профессионально этим заниматься смотри как ты замечательно бьешь вот этих вот соседей наших вот он и пришел в мма он дерется уже по-моему с 19 года в юси ну да ну то есть по сути 19 20 21 уже четвертый год хотя он немного конечно боев за это время провел 20 год он полностью пропустил и вот все как-то ждешь от него какого-то прогресса и вот только вроде бы какой-то он стрик тут появился вроде он там через тернии к звездам там победил ульберга и маркеса два боя там которых он страдал до тех пор пока не выиграл и потом он отлетает даун джунгу и даже не может победить не гумериану и даже за все вот эти вот годы он не может научиться держать свою вот эту руку переднюю которую все время тыкает в кулаке они тыкать ладошкой по-моему у него уже минимум два раза за все это время снимали очки ну точно с крэгом и точно снегу мериану ну и в целом вообще такой боец который мне кажется притягивает к себе снятие очков в ту или другую сторону что сказать про бой снегу мериану вот он если бы был бы поактивнее ему бы наверное отдали потому что здесь сплит на самом деле не из-за снятия балла поскольку если бы балл с него не сняли он все равно бы проиграл сплитом поскольку первых два судьи первые два раунда дали не гумериану что для меня достаточно спорно но если очень там захотеть присмотреться то можно конечно такое увидеть я уж не знаю как судьи смотрели по большому счету не гумериану просто шел вперед и зачастую без ударов античаку просто недостаточно работал мне кажется что его тренер там из мма форте сейдж сауф он больше хотел выиграть бой чем кендин дичак он прям орал на него в перерывах что-то просто отпустил свои руки и дал им лететь но дичаку как-то это к третьему раунду уже до него дошло что у него вообще-то есть длинные руки что он может дичак этого не гумериану перебивать у которого там ни защиты ничего вообще но позднее зажигание у него и какой-то он ну чутка туповатый вот он мне реально напоминает кого-то африканского деревенского парня который никак не может собрать все в кучу и понять что вообще-то он здоровая такая хрень такая дубина с приличным кардио с каким-то более менее боксом с длиннющими руками и все это надо использовать но он как-то вот что-то мнется все что-то думает и выступление конечно него не стабильные ну карла роберсон зато все стабильно это просто мистер стабильность мистер как амондис как меня угораздил в прошлом бою против раунд 3 на него поставить это даже не знаю дал ему авансы у него конечно другая история с другой стороны если вы посмотреть тоже его выступление с девятнадцатого года если выкинуть сомнительный весьма сприт с виллингтоном турманом который может быть и не выиграл у него остается победа над копыловым он проигрывает более скилловой конечно оппозиции чем кенри дзичаку витори аллен даже раунд 3 но проигрывает он им зато в одну калитку он просто отлетает ну и мы помним все там многочисленные проблемы карла с весогонкой и так далее сейчас он вроде бы поднялся в 93 этих проблем у него быть не должно ну теперь у него какие-то другие проблемы в общем то тоже такой боец который большим объемом действий в общем то не радует все вот всегда говорят что он то вот там glory кикбоксинг ну по моему он там провел всего несколько боев и он же там не был чемпионом горе по моему там рекорд был ну условно там 2 2 или 3 3 или 5 3 в общем ну меньше десяти боев он по моему правил у него там был такой рекорд плюс-минус 50 50 то есть сказать что-то он хороший кикбоксер наверное потехничнее чем кеннеди но по большому счету и искать вот кроме того что он неплохо бьет лоу-кики я ничего у него отметить не могу и в целом вообще это кикбоксер который больше склонен к грепплингу очень много он любит возиться даже вот с тем же турбаном он же не стоял с ним стойки полез с ним бороться ну с капуловым стоял стойки ну как бы в общем то выиграл капулов в стойке но выиграл его окончательно все равно в партере ну и там виттуре брэндон аллен все закончилось тоже в партере с раунд 3 до партера не дошло то есть роберсон за последние бои похвалить не за что дзичаку ну хоть что-то можно там нарыть он хотя бы через страдания побеждает роберсон не побеждает вообще никак чего с ними дальше будет я не знаю ну соответственно дзичаку 178 роберсон 2 12 наверное примерно правильно расставленные коэффициенты и ни один бойц из бойцов абсолютно не заслуживает никакого доверия я в общем то не знаю как из них выбирать поэтому когда я не знаю я выбираю по каким-то очень простым правил ну здесь очень простое правило заключается в том что дзичаку на 10 сантиметров выше и руки у него на 20 с лишним сантиметров длиннее пусть он не всегда умеет ими пользоваться мне кажется не у когда-то все-таки должно дойти что ими надо пользоваться и как по мне ну он должен роберсона перестреливать если он опять же будет что-то делать а не просто будет там тупить на дистанции переминаться с ноги на ногу и вот эту свою переднюю вытянутую руку все время тыкать пальцами вперед поэтому в принципе я за кеннди но ставить я на него не буду коди брандич против трешана гора категория 185 фунтов 84 килограмма примерно одинаковые габариты примерно одинаковый рост примерно одинаковый ну непременно одинаковый рекорд бандич конечно поопытнее габарит одинаковый с исключением размаха рук у трешана гора неплохое преимущество ну тут нехороший против хорошего тут неплохой против плохого тут пока два все-таки не самых понятных бойца брандича за как за последнее выступление конечно следует похвалить сначала его можно поругать что он столько ударов по голове от лунгиомбулу пропустил ну а потом можно конечно чтобы он сказал спасибо лунгиомбуле который на которого тоже оставил и казалось что он бой забирает в одну калитку а потом он решил что ему надо сделать проход в две ноги вместо того чтобы брандича добить у сетки а брандич взял и закрыл ему гильотину ну в целом что его характеризуют как ударника но вообще все-таки он базовый борцуха при этом брандич более-менее поднабрался в ударке и в общем-то он ударку миксует с борьбой по желанию ну ударки сказать что он прям как-то хорош и чем-то его там выделить я бы тоже наверно не смог он более менее подвижный опять же бьет лоу-кики я думаю что у него не лучшая защита и думаю что он многовато принимает урона вот например он нам от вильяма найта получал на получал по голове лунгиомбул на получал по голове вот это вот его манера бороться когда он проходит в одну ногу вцепляется в нее его начинают бить локтями ну немного сомнительная трешан гор тоже товарищ довольно таки сомнительный у него вроде бы как все есть ну или в есть ну кое-что или многое там то есть у него принципе приличная ударка хорошая точность ударов есть явный динамит в руках более-менее защита стойки приличная защита от тейкдаунов но то как он провел свой дебютный бой с батлом ну это какая-то просто полная ерунда ходил там бил себя в гуд что это он реальный победитель ультимейт файтера потом вышел ну и показал какое-то непонятно слабое выступление то есть первый раунд вообще отдал полностью просто он там конечно доминировал ходил угрожал нависал над батлом все было круто все было здорово вот если бы он еще батла бил было бы просто замечательно но он его не бил батл его бил и пинал там много-много-много во втором раунде вроде проснулся что-то начал сделать вроде 2 раунд забрал на 3 вышел опять стоит опять стоит позволяет себя прижимать к сетке что-то думает о чем-то размышляет вот вообще то есть не тот боец по крайней мере вот поэтому выступление который там будет драться за ваши деньги на которых допустим я люблю стоит то есть он какой-то какой-то вялый не знаю он за выносливость переживает или у него какие-то психологические блоки но в общем очень мало он делает по крайней мере по тому бою вот которому который мы наблюдали в юси хотя на ультимейт файтер вроде как все-таки немножко по-другому дрался вроде был более активен брандич 222 городе 72 опять я не вижу как здесь стать потому что я на гора прошлый раз уже ставил я обжегся он снова сейчас идет фаворитом против но такого после такого довольно таки скудного выступления поэтому снова брать его фаворитом как бы ну я не очень хочу но по стилистике он вроде смотрится здесь неплохо все-таки я думаю что по крайней мере первое время он уж точно сможет защищаться от тейкдаунов я уж не знаю как там с течением боя но если он сможет защищаться от тейкдаунов то брендичу будет все время грозить получение лещей в стойке ну а в общем-то гор может и попасть и нокаутировать и подловить на проходе все-таки брандич защите мне не особо нравится но при этом если гор опять будет два там или три раунда ходить думать еще что-то там делать то брендич в общем-то боец более активный все-таки у него могут пройти тейкдауны даже можно себе представить что он в стойке может гора переработать тут опять ничего не будет делать поэтому бой как то это не особо интересный для ставок опять получается отдаю предпочтение в гору но хочу просто посмотреть пока как он выступит что он покажет антонина шевченко против кортни кейси категория 57 килограмм две такие довольно таки возрастные дамы шевченко уже 37 лет в этом году будет 38 ну корни кейси тоже не молодая 35 лет ну в целом мачта такой вроде бы как чтобы как-то спасти карьеру антонины которая конечно испытывает большие проблемы с теми бойцами которые ее борят и в последних четырех боях она проиграла там где ее бороли два раза досрочно и в одном бою выиграл где все-таки она сама применила борьбу нашла жертву которая борется еще хуже чем она вот ну а здесь ее по идее наверное бороть не будут или будут бороть но меньше поскольку корни кейси это антонина шевченко в квадрате если у шевченко по моему процент защиты 52 от проходов то у корни кейси 37 ну в остальном они довольно таки схожи по антропометрии ну что корни кейси это конечно такое ходячее дерево тоже столько лет дерется но и и переводят вообще абсолютно все кто может ее переводить на ударник ударник в общем-то неплохой вот поднимать категория 57 килограмм три боя тому назад или 4 я не помню с баррелой там что было уже 57 ну да ну мне не нравится что она на взвешивании поднявшись весовой выглядит зачастую не очень хорошо ну и антонина тоже выглядит не очень хорошо корни кейси это королева сплитов причем сплитов не в ее пользу при рекорде 10 9 конечно он мог бы быть у нее гораздо лучше что у нас по стилистике ну начнем с борьбы ну вообще корни кейси насколько я помню она не борется от слова совсем но все-таки она тренируется в мма-лаб где есть люди которые борются у нее муж борец поэтому прям исключать что вот совсем она не пойдет бороться я не могу я бы на ее месте честно говоря пошел бы другой стороны антонина тоже боец который ну знает когда надо побороться опять же с липски боров значит по идее скорни кейси она может побороться и и не вполне себе может получиться она может корни кейси перевести и антонина неплохо работает сверху но корни кейси в отличие от антонина неплохо работает снизу корни кейси есть хорошая атакующая джиу-джитсу она снизу активная она бьет локтями она пытается выйти там на армбард на треугольник у нее даже это иногда получается. Ну, например, Боррелла она сабнула. Поэтому, ну, в плане борьбы тут такое себе. 50 на 50. То есть, кто сможет ее удачнее реализовать, если захочет, то, в принципе, может забрать раунд. Очень даже запросто, поскольку, ну, Антонина не поднимается. Кейси легко переводить. В общем, такое 50-50. В стойке, честно сказать, я не вижу какого-то очень большого гэпа между ними. По крайней мере, такого, как по коэффициентам. 1.5 на Шевченко. 2.6 примерно на Кортни Кейси. Ну, пожалуй, Антонина немножко предпочтительнее в стойке. Но при этом сказать, что прямо вот у него там мега-скиллы. Ну, я не помню, чтобы она, допустим, Андреа Ули в стойке перебивала. Там было примерно ровно. Ну, а тут дальше уже, как бы, все бои вообще сводятся к сплошной возне и уже и не понимаешь, что она может в стойке. Ну, последний раз она била Джи Йон Ким в 2018 году. Это несерьезно уже. У Кортни Кейси, в общем-то, приличный бокс. И проигрывает она Шевченко. Ну, наверное, только в тайском клинче, в котором Антонина неплохо работает. Опять же, из клинча ее можно стащить вниз, если очень захотеть. Кейси, ну, вот, например, с Олдрич в 2021 году, Джей Джей Олдрич, давайте будем считать, что это такой очень такой крепкий середняк этого дивизиона. И, может быть, даже середняк ближе к околотопам. Но вот Олдрич она в стойке перебила и перебила ее прилично. Она проиграла только за счет того, что, опять же, Олдрич ее борола. И в целом это решение, но вот оно одно из многих сомнительных, которыми Кортни Кейси проиграла. Плюс Кортни Кейси я отдам предпочтение, наверное, по выносливости. Она, в общем-то, может работать в своем ритме три раунда и более-менее сохранять силы. Ну, конечно, она немного деревянная, немного заторможенная. Не всегда она выбрасывает нужный объем ударов. Ей как-то надо, не знаю, разозлиться или что-то еще сделать, чтобы начать работать. Поэтому, в целом, небольшое преимущество, наверное, у Шевченко быть должно, по крайней мере, в первых раундах и в стойке. Но, по коэффициентам, ну, точно я на Шевченко за 1.53 ставить не буду. Как бы этот матч не выглядел там привлекательно, но Антонина в качестве фаворита нет-нет-нет, это точно не мой вариант. На Кейси я пока ставить не хочу. Если еще прогрузят Шевченко, то, в принципе, можно немножко на Кортни Кейси кинуть. И вообще, на мой взгляд, это такой матчап, где либо Кортни Кейси, либо ничего. Потому что, ну, кому нужна Шевченко за 1.5 с ее выступлениями. Уж если выбирать из двух сомнительных бойцов, надо брать того, на кого коэффициент больше. Ну, и, по крайней мере, у которого хотя бы на бумаге кое-какие преимущества есть. Ну, у Кортни Кейси это хотя бы выносливость, на мой взгляд. Айман Захаби против Рики Турсиуса. Категория 61 килограмм. Захаби уже в таком приличном возрасте. 34 года против 29. Рост примерно одинаковый. Турсиуса руки на 10 сантиметров длиннее. Ну, рекорды плюс-минус. Хотя у Захаби для 34 лет 10 профессиональных боев, это, конечно, не серьезно. Турсиус – боец более активный, который выступает более часто. Плюс у него были бои на Ultimate Fighter. Поэтому, конечно, в этом отношении он в Захаби выигрывает. Про Захаби по-прежнему что-то очень сложно сказать. Он выступает уже в UFC 17 года. Провел аж 4 боя. Последний раз выходил в феврале 21 года. Нокаутировал Родригеса. Не особо понятного, который сейчас уволен из UFC. И опять как красно-солнышко исчез на полтора года. То есть, что с ним, кто он, что он, ничего не понятно. В Инстаграме у него в основном фотографии по семейной части. Ну, дня 3 или 4 назад выложил фотку, где видно, что он, ну, согласно Инстаграму в форме. То есть, живота нет, щеки не висят. Все. Турсиус. Победитель Ultimate Fighter. Сплитом победил Хистонда в финале. Хотя я думаю, что он победил его не Сплитом. За что там Хистонду можно было отдавать. За переводы удержания. Ну, я этого не понимаю. В целом, конечно, парень спрогрессировал. Ну, идет на неплохом стриге. В общем-то, бои на Ultimate Fighter. Я считаю, что можно ему за счет поставить. Боец универсальный. Больше, наверное, кикер. Также с неплохим джиу-джитсу. Выносливый, стойкий, упертый. Дерется за конца. Он выполняет большой объем работ. В отличие от Захаби, который, ну, все-таки, наверное, как я пытаюсь его понять и предположить, что же он из себя представляет. Наверное, это кикбоксер, в принципе, с адекватной борьбой, который больше пытается подловить на удар. Поэтому объем работ, в принципе, здесь отходит однозначно в сторону Рики Турсиуса. Ну, и как бы молодость, там прогресс, все дела. То есть, вроде бы все на стороне Турсиуса. Коэффициенты. 1,5 на Турсиуса, 2,7 на Захаби. Мне довольно-таки сложно проставить коэффициенты в этой паре, потому что, опять же, Захаби непонятный. Но я бы сказал, что 1,5 на Турсиуса, мне кажется, что это мало. И это вызвано, ну, определенной популярностью Турсиуса, потому что он победил на Ultimate Fighter. И он вроде бы такой парень на слуху, который впечатляет своими выступлениями, там, старается драться активно, ярко. Ну, и вот, наверное, за счет этого на него такой низковатый коэффициент против, ну, какого-то непонятного Захаби, который, там, дерется раз в пятилетку. Непонятно, что из себя представляет. С этим, как бы, с одной стороны, сложно поспорить, но мне интуитивно кажется, что все-таки должны быть коэффициенты поближе, им, возможно, больше. Ну, в смысле, намного поближе, чем они есть сейчас. И из рисковых андердогов я на этом турнире все-таки пока Захаби для себя выделяю. Так, ну, не за 1.51, конечно, а за 2.68. Так, и не P2, а P1. Вот. Так будет правильнее. Ну, почему? Потому что я, поскольку не знаю, как правильно расставить коэффициенты, то я, опять же, начинаю судить по формальным основаниям. Ну, во-первых, у Турсиуса 1.0 в UFC. А если притянуть за уши его давний бой на Contender Series, с которой идут за счет, у него 1-1. У Захаби, да, там с ней совсем особо понятные позиции. И бойцы, которых он победил, конечно же, слабые. Но у него 2-2. Ну, где-то, будем говорить, сопоставимо. Захаби, хочу опять же напомнить, до того, как он стал нежелательной частью хайлайта с Рикардо Рамосом, он, в общем-то, у Рамоса бой-то выигрывал. Скорее, да, чем нет. И Рамос, он во втором-третьем раунде начал уже гонять, потихоньку так зажимать, поджимать, пробивать. Да, попался на этот локоть. Опять же, это Рикардо Рамос образца 2017 года. Сейчас Рамос спрогрессировал. Спрогрессировали сильно Захаби. Крайне сложно сказать, потому что с Моралесом бой был слабоватый. С Родригесом мы ничего не успели увидеть. Что-то там попрыгали, попрыгали, бах, он попал. Все, Родригес с такой кривой улыбкой лежит, отдыхает. Но все-таки, исходя из того, что он в 2017 году с Рамосом нехило бодался, я не считаю, что Аймен Захаби совсем донный боец, честно говоря. Меня не могу никак оценить его прогресс. Вот если он, допустим, в этом бою как-то ярко выступит, или там просто такой очень плотный бой даст Турсиусу, то, наверное, окажется, что он за эти годы спрогрессировал. Навряд ли он уже, конечно, спрогрессирует дальше, потому что годы те еще. Ну а Турсиус, наоборот, конечно же, он спрогрессировал, но тем не менее, вот последние его победы берем. Кто такой пенетрейт, я не знаю, это не важно. Но вот, допустим, Аргета – это грэплер, Шалинян – это грэплер и Хистент – это грэплер. И у Турсиуса при всех его плюсах есть и минусы. Пункт А. Он неплохо так пропускает стойки. У него вообще защита не особо хорошая. Он пропускает тейкдауны. Да, у него там неплохое джиу-джитсу, он хороший скрэмблер, но он их пропускает. И перевести его можно. И у него показатель по защите от тейкдаунов там очень-не очень низкий, потому что Хистент его все-таки так или иначе затаскал. Я, конечно, не думаю, что Захаби его затаскает, но Захаби, в принципе, может перевести и что-то забрать. И в борьбе, я думаю, у него шансы есть. Ну и Захаби, в конце концов, может попасть. Поскольку ударником-то, в общем-то, Турсиус проиграл давние, конечно, поражения. С 17-го и 18-го года. Но и Салману, и Мартинесу он проиграл. Ну и более того, включаем там ММА-математику. То есть Турсиус проиграл Мартинесу нокаутом. Мартинес проиграл Захаби нокаутом. И Захаби идет за 2,7. Ой, ну не знаю. Я, честно сказать, уверенно, конечно, утверждать не могу. Но мне кажется, вот именно коэффициенты не особо правильные. Я бы этот бой расценил ближе к 50 на 50. Ну пусть, может быть, там 53 на 47 в пользу Турсиуса. Может быть, у Захаби поменьше шансов победить, чем у Турсиуса. Но 2,7, честно сказать, меня пока что манит. Так что я вот этот вот момент собираюсь все-таки ближе к турниру. После взвешивания рассмотреть. Синтия Кальвилья против Нины Нунис в категории 57 кг. Ну, в общем, все сопоставимо. Как бы Кальвилья уже не молода, а Нунис еще и постарше. Тоже как бы приближается к такому возрасту критическому. Ну и Нунис поднимается в весе. Она раньше дралась в весе соломинки. Теперь будет драться в весе мухи. Кальвилья, конечно, находится на таком очень невнятном стрике. По большому счету, по исключениям ничьи с Адридис и более-менее уверенного дебюта в 57 кг. Джессики Ай, конечно, больше похвалить не за что. В последнее время дерется она не особо. Да, с серьезной оппозицией. Ну, как-то она и проигрывает этой оппозиции. Прямо опять же с очень таким большим гэпом. С Джессикой Андраш я не рассматриваю. Тут вопросов нету. Ну, с Чукагян-то она проиграла в одну калитку. Будучи приличным фаворитом. И с Андрея Ли. Ну, Андрея Ли хороший боец. Неплохой, скажем так. Но она уже очень-при-очень-при-очень давно никого-при-никого не финишировала. Ну, а Синтию Кальвилья она разнесла просто в одну калитку за два раунда. Ну, и складывается такое ощущение, возникает вопрос вообще, хочет ли Кальвилья дальше драться или не особо. Потому что, ну, что вот, у нее неплохая есть борьба. Ну, в последнее время ей больше нравится боксировать. И у нее борьба, наверное, неплохая, но не более того. Потому что, за исключением опять же Джессики Ай, ее борьба нигде не прошла. Она так немножко виловато попыталась побороть Чукагян. Виловато немножко попыталась побороть Андрея Ли. Это, в общем-то, те бойцы, которых надо бороть без конца. Обоих можно переводить, обоих можно много удерживать. Ну, примерно у нее там в среднем, грубо говоря, из четырех тейкдаунов прошел один. А их было всего примерно около четырех за бой. И ни ту, ни другую она в партере не удержала. Хотя бойцы поприличнее, борцы поприличнее. Кетлин Чукагян, Андрею Ли удержать в партере могут. Ну, а бокс у нее, ну, какой-то бокс. Я бы не сказал, что особенно хороший. По Нине Нунис, главный вопрос, который у меня есть тоже. Как она себя чувствует? Что она собирается дальше делать? Она родила ребенка. Она замужем за чемпионкой. Весьма обеспеченной. Ну, соответственно, сама, наверное, весьма обеспеченная. Вообще, хочет ли она продолжать дальше? Или, допустим, может быть, у нее последний бой по контракту? Может быть, она завершит? Может быть, она за чеком выходит? Доработать, отработать? Сложно сказать. Опять же, они там с Амандой Нунис вроде бы ушли из Американ Топ Тим. Какой-то там свой лагерь замутили. Ну, вроде в зале она бывает, согласно Инстаграму. Тренируется там в том числе с Тони Грэвили. Ну, вообще, логичный выбор спарринг-партнера для этого боя, честно говоря. Потому что Грэвили, хоть он и мужчина, но, наверное, по стилю он где-то схож. Синтия и Кальвили такой боксоборец. Вот. После того, как она родила ребенка и вернулась в октагон в апреле. Это же апрель был, по-моему, да? Я вот все не помню, как у них тут месяцы с датами в топологи стоят. Че вперед, че назад ставится. Так, 28-й, значит, первая дата. Так, да, это было в апреле прошлого года. То есть, тоже больше года не выступала. Но она быстренько травмировалась перед боем с Аман Делемас. Правильно сделала. С Маккензи Дерн, конечно, она особо ничего не показала. Маккензи Дерн все-таки смогла ее перевести. Я рассчитывал, что не сможет. Ну, и дальше она, в общем, выживала весь первый раунд. Почти выжила, но почти, да не совсем. Но в этом нет особого стыда проиграть Маккензи Дерн с Абмишном. Это примерно как Кальвилья проиграла Джессике Андраша нокаутом. Ну и что? Я отмечаю просто для себя, что вот перед этой вот беременностью у нее, в общем-то, был весьма неплохой стрик. Да, это были бойцы из другой весовой категории. Но это бойцы, которые, ну, что-то из себя представляют. И даже где-то средний или выше среднего. Там Анжела Хилл, Рандом Маркос, ну и Клаудио Гаделли. Которая все-таки на тот момент даже, можно сказать, была таким околотопом или даже топом дивизиона. И бой с Суарес я все-таки ставлю ей в плюс. Она его проиграла решением. Но, наверное, это один из немногих боев, где Татьяна Суарес, которая для того времени и того дивизиона была таким очень-очень доминирующим борцом. Жду ее возвращения. Не знаю, вернется ли она вообще там, решит ли она свои проблемы со здоровьем. Но Татьяна Суарес это очень серьезный борец. И хотя два раунда она, ну, не заборола, от которой тогда была Ансаров. Ну, в общем, она, скажем так, не смогла доминировать, не смогла там финишировать. И в третьем раунде Суарес вымоталась и уже она не смогла бороться. Ну, если она бороться, ну, не забрала третий раунд. Ну, для меня это позитивный сигнал. Поэтому, в целом, для меня есть главный вопрос. То есть, кто из девушек здесь, у кого осталось как бы что-то за душой, кто хочет все-таки дальше продолжать драться. К сожалению, ответ на этот вопрос мы получим только по факту выступления. Ну, у них, конечно же, девушка не молодая. Поднимается она в 57. Ну, либо потому что она чего-то хочет. Либо потому что она просто не может больше гонять в 52. Не может и не хочет. Что, в общем-то, для ее возраста логично. Ну, опять же, точно информации здесь нет. По стилистике. Ну, я думаю, что Кальвилья, скорее всего, исходя из ее несколько виловатых в последних боях борьбы, мне кажется, она не сможет побороться с Нунис, у которой защита от тейкдаунов весьма приличная. Это, конечно, не точно. Я прям голову на отсек дать не могу. Что Кальвилья тогда, когда она в 52 хотела бороться, она борола тех, кого она хотела. Она, в общем-то, все-таки перебарывала. Но Нунис перебороть непросто. Поэтому я предполагаю, что все-таки Кальвилья не сможет. В стойке я отдам небольшое минимальное предпочтение Нине Нунис, который все-таки базовый кикбоксер. Опять же, кроме кафкиков ничего такого прям сверхъестественного у нее выделить нельзя. Но она поднимается весовой. Ну и Синтия Кальвилья, это, в общем-то, тоже выходец из категории 52 килограмма. Поэтому я думаю, что с точки зрения габаритов, физической силы здесь все будет сопоставимо. Ну и поскольку я отдаю небольшое предпочтение Нунис стойке и предполагаю, что особо борьбы в партере не будет. И Нина, а, ну она у меня на Саров даже до сих пор написана. Нина у нас является все-таки здесь андердогом. Ну, на мой взгляд, из тех андердогов, которые вот более-менее себя чего-то представляют, ведут за адекватный коэффициент, я буду присматриваться к ставке на Нину Нунис. Попытаюсь получить какие-нибудь дополнительные подтверждения в виде там интервью, еще чего-нибудь по поводу того, что она дальше будет делать. Если она будет хорошо готова, хорошо настроена, то бой, ну в лучшем случае, 50 на 50 для меня. Поэтому 2,3 на Нунис, ну, сравнительно интересно. Майкл Джонсов против Джейми Маларки, категория 70 кг. Джонсон старше, на 8 лет. Остальное все примерно сопоставимо. Ну, Маларки чуть повыше, но я подозреваю, что он в целом немножко покрупнее будет. Ну и Сэнфорд ММА у нас переименовался в Kill Cliff FC, чтобы вы знали. Теперь запоминайте, что Сэнфорд это Kill Cliff. То есть там, ай-яй-яй-яй, убили Клиффа. Наверное, так. Что за Kill Cliff, я не знаю. Зачем это нужно постоянно переименовываться, тоже не знаю. Ну, у Сэнфорда такая традиция. Это уже, по-моему, четвертое переименование. Сначала, по-моему, там был Black Zillions, потом они частично перекочевали в... Как он Тубиш назывался, я уже не помню. Теперь вот еще по-другому. Ну что, Джонсон наконец-то реабилитировался. Победила она Патрико. Ну, я особо это даже обсуждать как-то не хочу. Патрико это уже прям очень сильно сбитый летчик, поэтому Джонсон его и победил. Не все у него было гладко, в общем-то. В целом, если отметить некоторые вещи, то Патрико в первом раунде все-таки сумел стряхнуть ударами раз. И второй момент, что Джонсона перебивал Клей Гвида в 21-м году. Поэтому Джонсон победил бойца, который закончился еще больше, чем он сам. Ну, окей, победил. Маларки в прошлом бою отлетел Джолину Тернеру. Что уже становится тенденцией. И было это в марте. Сейчас у нас июль. Ну, четыре месяца прошло. Могло бы пройти чуть больше. Там, конечно, не было глухого нокаута. Но все равно, когда боец выходит после нокаута, есть некоторые подозрения. Есть некоторые сомнения в защите Маларки. Есть некоторые сомнения в держаке Маларки. Ну, и вот недавний нокаут. Ну, в общем-то, в остальном у меня сомнений нет. Ставить на Маларки за 1.4, наверное, я не буду. Может быть, и буду. Какой-нибудь двойник его заберу. Может быть, не заберу. Не знаю. Ну, в общем, на Маларке, конечно, коэффициент маленький. Майкл Джонсон за трешку. Но, безусловно, найдутся люди, которые скажут, что это привлекательно. Я с этим спорить не буду. Джонсон, если все-таки у него там что-то еще в нем осталось. И он прям сумеет перезагрузить свою карьеру. То прямо можно будет через бой кричать и плакать. Ахахах на Джонсона давали трешку, а я не забрал. Ну, я лично от Джонсона точно постою в стороне. Потому что все-таки я считаю, что Майкл Джонсон закончился. Это мое личное мнение. И поэтому ставить на Джонсона можно только в каких-то очень понятных таких ситуациях. Когда вот ему дают Алана Патрика. Я на Джонсона не ставил, но по умолчанию я выбрал его. То есть там был 1.75 на него. Можно было, наверное, все-таки забирать. Но в бою с актуальным, любым, более-менее приличным, действующим бойцом UFC я Джонсона забирать не буду. Я не хочу. Да, у него есть кое-какие шансы. У него по-прежнему неплохие руки. Быстрые, точные. Он вроде передвигается неплохо. И в целом, наверное, вот я не скажу, что Джонсон, вот он вроде бы как руки у него есть, но вот он совсем-совсем не панчер. Он очень-очень давно выигрывал. Вот я не беру там опять же этого самого Патрика, когда он последний раз выиграл нокаутом. У Дастин Парье в 16-м году. Но это же был чистый такой рандом, где он по Парье попал в моменте. Может ли он попасть по Маларке? Может. Если он не попадет по Маларке, то я думаю, что Маларке рано или поздно навяжет свою игру. Это маленькая клетка. У Маларки есть борьба. Не какая-то там сверхъестественная. Он не особо прям такой какой-то хороший борец. Но он боец давящий. Я думаю, он понимает, что ему нужно делать. Он будет на Джонсона напирать, напирать, напирать. Где-то и ударами, где-то просто давлением. Не сможет перевести, будет давить у сетки. И рано или поздно какой-то шанс у него все-таки, я думаю, возникнет. Я думаю, переведет он Джонсона. Помучает его в Партере. Может быть, финиширует. Поэтому в целом я здесь за Маларки. Просто, ну, вот опять же, у Маларки есть свои минусы. Он там, допустим, проиграл бой вот этому Форесу Зяму. Что не особо хороший показатель. Конечно, там, может быть, он его и не проиграл. Ну, дал близкий бой с Форесом Зямом. Ну, такое себе будем говорить, да. Но потом у него было два приличных выступления. За бой с Джонином Тернером я его как бы не осуждаю. Поэтому в целом Маларки здесь смотрится для меня предпочтительнее. Предпочтительнее намного. Но риски все-таки есть. И бойца, возвращающегося после нокаута, ставить за 1.4 против приличного боксера. Бывшего, возможно. Ну, не особо хочется. Но если бы меня заставляли, я бы все-таки выбрал Маларки за 1.4. А не Джонсона за 3. Но кто-то хочет поставить на Джонсона, попытаться старикашку за трешку. Ну, может быть, может быть, в этом есть какой-то смысл. Ну, продолжается, продолжается безобразие. Два очередных Хакамондеса. Вандера против Шермана. Ну, два таких здоровых типа. Только один толстый и гоняет 120, другой типа атлетичный. И весит килограмм 110, наверное. Ну, редко так бывает, что боец забирает в партере выгодную позицию. Например, забирает спину. И ты понимаешь в этот момент, что ему капец. Не тому, у которого забрали спину. А тот, который забрал спину. То есть, зачем Вандера это сделал в бою с Олейником, мне непонятно. Еще Олейника попытался там придушить. Потом что-то там еще была какая-то смесь ножного треугольника с армбаром. Я думаю, господи, Вандера, что ты делаешь? Ну, он, конечно, полностью не виноват в этом. Старый лис его затянул в партер, так или иначе. Ну, просто, конечно, в моменте Вандере не нужно было с Олейником забирать там никакие спины. Ему нужно было максимально быстро из его как бы максимально выгодного положения убежать. А он не смог. Или не захотел, или не догадался. Ну, в общем, конечно, Вандера в последнем бою еще и натупил. То есть, поскольку он не особо скилловый товарищ. Если он еще, конечно, будет тупить, то ему вообще в UFC делать нечего. Ну, и, конечно, все складывается у него прекрасно. 4-1 в последних боях. Победил только Тафу в неплохом бою. Ну, что касается боев со Спиваком и Романовым. Ну, что, он сам сказал в интервью, что я больше ничего не имею, не хочу иметь ничего общего с молдавскими борцами. Ну, ничего, справедливо. С Орловским не доработал он, я считаю. Он мог бы у Орловского забрать бой. Не знаю, там, насчет сплита, мне кажется, Орловский два раунда забрал. Ну, Вандера там много ходил, много думал, мало делал. Почему, не знаю. Ну, с Орловским все-таки тяжело. Ну, и Шерман. У него вообще 4-0. У него там, не знаю, тоже 4-1 в последних боях. Но Виланева, ну, это даже не Джастин Тафа. Ну, и в целом, конечно, Вандера, ну, на мой все-таки взгляд, если он, ну, хоть что-то показывает в боях, ну, хотя бы со Спиваком и с Романовым, ну, он хоть пытается, он хоть старается, он какие-то попытки предпринимает и доживает там до конца второго раунда, это, конечно, не достижение, но это хоть что-то, то Шерман в последних двух боях, ну, два боя, два садмишина в первом раунде, ладно Романову, хотя очень быстро тоже, колье. Ну, и все знают, что, как бы, Шерман уже был уволен, потом принят, ну, на более низкооплачиваемую должность, потом еще раз уволен, и потом, когда Романову никто с ним не соглашался драться, и нужен был соперник, вот Шерман в третий раз уже приняли на работу в UFC. Наверное, теперь ему платят чебуреками. Ну, и что, вот, что делать с этой безобразной прекрасной парой? Ну, Шерман, наверное, в стойке, может быть, техничнее, чем Вандера. Он как-то на первых парах позлее, может быть. Вандера такой уволень, Шерман, ну, там, типа, может двигаться, там, бить лоу-кики, какой-то бокс у него есть. Вандера, он как медведь, который проснулся по весне, он как бы уже толстый, но уже дрищий, идет вперед, машет лапами, хочет есть, но еще рефлексы не на том уровне. Не проснулся еще человек. Ну, у него есть тоже какая-то борьба, какой-то грэплинг, какая-то выносливость получше, чем у Шермана. Ну, и он такой, в общем-то, стойкий тип. Я все-таки его за бой с Таффой уважаю. Это была рубка. Та еще, и не надо мне говорить, что Джастин Таффой, это полный отстой. Он еще, возможно, себя тоже покажет. Поэтому, ну что, вот у Вандера есть хоть что-то. У Чейса Шермана, на мой взгляд, ну, нет ничего. Если бы хотя бы они были одинаковы по выносливости, ну, я бы сказал, что у Шермана там, возможно, есть какие-то шансы. Но я считаю все-таки, что по выносливости Вандера лучше. И даже если он отдаст первый раунд, ну, по идее, в моем понимании, он должен забрать второй и третий. Ну, а может быть, Шермана перевести и забить его в партере, как собаку. Ну, при этом, хочу ли я ставить на Вандеру за 1,5? Ну, конечно же, категорически нет. При всей моей нездоровой любви к Вандере, ну, за 1,5 на него ставить, это... Зачем это надо? Я могу там, как бы, это где-то там для себя, там, в каких-то своих лудоманских фантазиях пошалить. Но, естественно, я на публику не буду говорить, что там, бава, берите Вандеру за 1,5. Но предпочтение я отдам ему, потому что, ну, опять же, Шерман для меня, как бы, ну, все. Все. Шерман выходит за чеком. Я так думаю. Может быть, я там глубоко зачаруюсь и прям Шермана выдаст выступление вечера. Но после боя с Портером, где он полтора раунда ходил, вообще мертвый в октагоне. После двух финишей в первом раунде, я не знаю, чего ждать от Шермана. От Шермана я вообще ничего не жду, лично я. Вандера за 1,5, ну, как бы, это не то, к чему нужно стремиться. Даже за 1,5 здесь можно бойцов найти поприличнее. Стоит Нурмагомедов против старикашки Андрады в категории 61 килограмм. Андрады 37 лет, Нурмагомедову 30. Ну, остальное будем говорить поровну. Андрады гораздо более опытные, но его этот опыт на региональном уровне особо ничего не стоит, хотя, в общем-то, в UFC у него уже боев прилично, больше, чем у Саида. Ну, и он же Красавела. Ну, согласитесь, старикашка он просто, он просто тащит. В общем-то, в последних боях к нему вопросов вообще нет. Ну, вот, после того, как он проиграл Яну, в принципе, победил Барао, Барао ничего не стоит, но он выдал хороший бой с Лероном Мерфи, там, сломал Пирелла за раунд. Ну, и, в общем-то, отличный бой с Морозовым, где, конечно, в первом раунде он практически отлетел, но он собрался, передышал, передавил Барозова, и сам его финишировал, там, будучи по пояс в крови. То есть, старикашка красавая, его никогда нельзя списывать. Он уже вроде старенький, и гоняет, как бы там тяжело в этот вес, и вроде и выносливость не супер, но он такой, блин, вот реально, как камень. Его фиг сдвинешь, его только убивать, или душить, там, а так вот его, прям с ним сложно. Он дерется до конца, и, в принципе, этим он производит определенные впечатления. Ну, Саид, наверное, все-таки, конечно, парень несколько более скилловый. В целом, он вышел на тоже неплохой такой довольно-таки стрик. После невнятного дебюта с Когенсом, у него хороший бой с Рамосом. Да, с Барселесом не все получилось, но где-то было тоже, в общем-то, близко. Ну, и два финиша в первом раунде. То, что он поймает Стамона на гильотину в первом раунде, я, конечно, мягко выражаясь, не ожидал. Как он сказал, старая фишечка. Ну, что, тоже молодец, все хорошо. Ну, по идее, здесь, конечно, нельзя не отдать предпочтение Саиду, потому что он моложе, быстрее. Ну, в целом, я бы сказал, наверное, разнообразнее. И в стойке, и борьба у него есть, и сабмишный. Все-таки Дуглас это, ну, такой, будем говорить, односторонний боец муай-тай с хорошим муай-таем, с панчем, с вот этой своей несгибаемостью. Но Саид вроде как потехничнее, и, конечно, должен выигрывать в скорости. Ну, и, собственно говоря, коэффициенты это отражают. Нурмагомедов 1.34, Диандраж 3.4. Ну, в прошлый раз я рискнул на старикашку против Морозова. В этот раз, наверное, я не рискну, хотя коэффициент, честно говоря, конечно, манит, и какое-то некоторое неуважение к Диандражу здесь все равно есть. По Саиду из минусов я что отмечу? Ну, во-первых, он все-таки, я считаю, злоупотребляет разного рода вертушками. У него постоянно все эти спиннинг-кики, бэкфисты летят один за другим. В этом есть некая опасность, что он будет там чего-то нибудь махать, а коварный старикашка в этот момент подлетит, вот как он любит это, начинать бежать вперед с ударами. И панч у него тяжелый, в принципе, может Саида зацепить. Ну, и второе, в длинных боях, в плотных, все-таки Саид проседает по кардио. И с учетом того, что Андрадж может, в принципе, взвинтить бой, он хотя и сам вздыхает, но вот вспомните бой с Мерфи, я считаю, что третий раунд он у Мерфи забрал, когда он, наоборот, уже там вроде бы, уже и дышит изо всех сил и язык, но он шел вперед с ударами, и Мерфи, который тоже подустал, он, в общем-то, третий раунд у него забрал. Ну, вот есть только такие риски, то есть, что Саид просядет по кардио, либо чего-нибудь пропустит, злоупотребляя своими вот этими разного рода акробатическими этюдами. Ну, а так, в целом, как бы, да, Саид должен быть фаворитом, и фаворитом приличным. Он, в общем-то, в последнее время выступает так, что вопросов к нему нет. Тут у нас хороший фаворит против хорошего андердога, но, наверное, я здесь все-таки пока свое мнение оставлю на фаворите. Спорить здесь с букмекерами я не стану. И идем дальше. Кайл Баралхо против Армена Петросяна. Барая против Армена Петросяна. Так, категория 84 килограмма. Барая, руки гораздо длиннее. По поводу роста здесь на топологи и на сайте UFC, как я проверил, ну, на мой взгляд, какая-то ересь написана. 178 сантиметров у него рост. Ну, если отталкиваться от того, что у Гаджи Амаргаджиева указан верный рост, например, а у него указано 183 сантиметра, то, в принципе, Барая-то он, в общем-то, этого... Амаргаджиева в росте-то превосходил. Это была одна из тех причин, по которых я, в общем-то, на него и зарядил. Потому что я сомневался, что вот он вроде бы как мелкий. Нифига он не мелкий. Он довольно-таки вполне себе крупный товарищ. Поэтому я думаю, что он Петросяну не будет много проиграть в росте и в габаритах. Ну, что, Армен дебютировал против Родригеса, Грегори, Робокопа. Выиграл с плитом. С плитом сомнительным. Я, честно сказать, не думаю, что он выиграл. Я бы сказал, что Родригес вышел с геймпланом довольно-таки сомнительным. Он очень поверил в свой кикбоксинг. Для чего стоять в стойке с базовым хорошим кикбоксером. Если ты сам по себе, ну, все-таки базовый боец джиу-джитсу с некоторой борьбой. Я этого не понимаю. Причем там, где он Петросяна хотел переводить, он, в общем-то, его все-таки перевел. Но в стойке было конкурентно. И Армен забрал бой, потому что он выбросил большое количество ударов, большое количество киков. Ничего там сверхъестественного не было. Ну, в общем, он отпинал Родригесу ноги. Ну, самому ему разбили лицо. Прилично так. И вообще, конечно, на мой взгляд, Родригес смотрелся там предпочтительнее. Но судьи увидели по-другому. Барайо, ну, за исключением того, что он в дебюте ненужное совершенно колено засадил Амаргаджиеву в голову. В дебюте, в общем-то, выглядел очень-очень убедительно. Я думал, что он от Амаргаджиева будет защищаться от борьбы и перебивать его в стойке. Ну, Барайо, по сути, крокопнул крокопа. То есть Амаргаджиева, у которого все-таки приличная борьба, приличный греплинг. Он просто перемолол в партере. Ну, и это было довольно-таки впечатляюще. Таким образом, мы здесь имеем кикбоксера с неплохой защитой от тейкдаунов. С умением вставать, но крайне слабым, на мой взгляд, партером. Против дзюдошно-бжжешного грепплера с неплохой каратистской стойкой. Ну, пожалуй, Барайо несколько низковато держит руки. Ну, как вот все каратисты. А в остальном, в принципе, у него стойка вполне себе, как мне кажется, добротная. И, честно сказать, я не думаю, что он Петросяну обязательно проиграет в стойке. Да, я в стойке некоторые предпочтения Петросяну отдам. Но не сказать бы, что какое-то там большое преимущество у него есть. И, несмотря на защиту от тейкдаунов, его довольно-таки неплохую в борьбе и в партере, мне кажется, у Барайо будет очень большое преимущество. Коэффициенты, опять же, это отражают. Барайо 1.46, Петросян 2.8. Ну, я думаю, что... Я думаю, что это, конечно, такой интересный медийный товарищ. И это, ну, такая своего рода даже, может быть, уже угроза дивизиону, потому что, ну, мне понравилось его выступление. Ничего не могу сказать. Он выступил лучше моих ожиданий. Конечно, колено было излишне, но, я думаю, из этого тоже излег определенные уроки. Ну, и вот, видите, у него очки тут. Значит, что? Значит, он умный. Ну, он, на самом деле, я думаю, боец с таким весьма хорошим интеллектом, поэтому, я считаю, он не будет с Петросяном стоять в стойке, он пойдет бороться. Может быть, он не переведет Петросяна после первой попытки, после второй, после третьей. Может быть, он не переведет Петросяна в первом раунде. Но я думаю, что потом он его переведет. И когда он его переведет, мне кажется, для Армена будет долгая ночь. Вот. Вот, собственно, все, к чему я здесь свожу анализ. Я думаю, что Барая переведет и в партере либо будет просто доминировать, либо Армена там забьет или засабмитит. Я думаю, что это вполне себе возможно. Петросян, как бы, таким образом еще не проигрывал, но я здесь все-таки уровень Барая в борьбе и греплинге ставлю на другой уровень, чем защита Армена от тейкдаунов. Поэтому здесь ничего хорошего я в этом бою для него не жду. И здесь мой выбор Кая Барая. Главное событие Досанис против Физиева. Естественно, это бой за звание лучшего Рафика. 70 килограмм. Габариты сопоставимые. Физиев на 8 лет моложе. Вот. Ну, чем у нас занимается Досанис после того, как он вернулся снова в легкий дивизион? Ну, в принципе, в принципе, он борется. Он боролся с Фелдером и он боролся с Майканом. Бой с Фелдером я ему заношу в минус. Потому что с Фелдером, опять же, который был на недельном уведомлении полностью растренирован. Провести настолько скучный и близкий бой, что даже некоторые судьи увидели победу Фелдера. Проиграть Фелдеру полностью в стойке и только его там прижимать, держать, переводить, удерживать и больше ничего не сделать. Ну, это стрёмно. С Майканом, в общем-то, выступление такое ближе к доминирующему. Ну, кстати, напомню, что это был кетч-вейт. Вот. Ну, тоже. Мог бы он Майкана, наверное, там доработать, потому что Майкана уже, который там был тоже на весьма коротком уведомлении, был уже очень сильно избит к третьему раунду. Ну, как бы, Досанья с чем-то как-то третий раунд провел на такой тихой-тихой волне. Ну, и Физиев, который идет на хорошем стритке, я думаю, с кем он дрался и какие результаты у него есть, обсуждать смысла нету. У него пока все хорошо. И за исключением того, что в некоторых боях, таких как с Бобби Грином и с Марком Диакисе, он подседал к третьему раунду, в общем-то, вопросов по нему нет. Но есть вопросы, которые просто не возникали, и мы не знаем на них ответа. Ну, первый вопрос. Во-первых, с ним не дрались грэплеры. По большому счету, ну, кто? Ну, кто? Ну, только майка, на который ничего не успел. Все остальные это ударники. Пока что у Физиева там защита от эгдауна в 95%. Его перевел, по-моему, если не ошибаюсь, только единожды Брэд Риделл. По-моему, это одна попытка из четырех у него прошла. Он быстро встал в Физиев, но мы не знаем, что будет с Физиевым. Если будет его много попыток его забороть. И второй момент, перекликающийся с первым. Мы не знаем, что будет с кардио Физиевым, Физиева в четвертом и пятом раунде. И, допустим, может быть, в третьем раунде. И что будет в том числе с его защитой от эгдаунов, если он подустанет. То есть, допустим, я как вижу этот бой. Первый раунд Физиев точно заберет. Второй раунд Физиев, я думаю, заберет. Потому что мне кажется, что даже в маленькой клетке, пока он не устал, он будет все-таки досаняться гораздо быстрее, гораздо техничнее в стойке. Я думаю, что он сможет защищаться от проходов и досаняться в стойке перебивать. План на бой Физиева должен быть, как мне кажется, провести такой не слишком интенсивный, средней степени интенсивности, матч по кикбоксингу длиной в пять раундов. Потому что досанесово досрочить, ну, дело непростое. Конечно, можно, но кто последний раз вообще его досрочил? Эдди Альварес в 2016 году. Поэтому Физиеву здесь нужно терпение, терпение, терпение. Ему нельзя работать в высоком темпе, так, чтобы сохранить силы на поздние раунды. В поздних раундах сохранить, так сказать, здравый ум, на почве там усталости, не начать пропускать тейкдауны, потому что еще то, что мы не знаем о Физиеве, это о том, что он может в партере. Ну, поскольку он чистый ударник, он хорошо защищается от борьбы. Конечно, наверное, он тренирует джиу-джитсу. Может быть, он даже кого-то когда-то побеждал. О, человека с рекордом 0-0 задушил сзади. Ну, значит, теоретически что-то может. Ну, на самом деле, грепплинг Физиева это вещь непонятная. И, скорее всего, конечно, в борьбе и партере у Досаниса будет превосходство. При этом, как бы, у Досаниса, конечно, интересный коэффициент. Тоже 2,8. на Физиева 1,46. По идее, Досанис на опыте может Физиева передышать, утащить его в партер. И, допустим, если он, условно, в третьем раунде Физиева переведет и просто даже полежит на нем три раунда, то дело в том, что здесь кардио-Физиева может закончиться достаточно быстро, потому что все-таки при разных вот этих вот... Ну, при разном введении боя, то есть, допустим, у Физиева в стойке может быть одно кардио, а если его утащить в партер и там нагружать, у него может быть там совершенно другое кардио, которое гораздо быстрее закончится. Но при этом, честно, если сказать, то верить в то, что 37-летний Рафа прям вот сгонит хорошо в 70 килограмм и будет все пять раундов отлично дышать, ну, может быть, это уже немножко тоже в прошлом, поскольку вот после его возвращения, ну, там, в 20-м году пять раундов с Фелдером смог дышать, но опять же, Фелдер был прям совсем не готов к бою. Поэтому за все последние там выступления Дусаница сказать, что я прям сильно в его выносливости в 70 килограмм уверен, ну, я тоже бы не сказал, поскольку с точки, вот, с момента этого боя с Фелдером прошло, ну, почти уже чуть ли не два года, с Майкана как-то в третьем раунде он, мне кажется, сам уже подустал, вот, ну, и время-то не стоит на месте, ему все-таки 37 лет, он, когда там, в 3, в каком это году было, 18, так, в 16, наверное, то есть он в 16-м году решил, что он не может больше гонять в 70, поднялся в 77, потом в 77 оказалось, что там есть злые, нехорошие, здоровые борцы, которые его обижают, и он в 20-м году снова спустился в 70, но теперь ему уже 37 лет, ну, несмотря на то, что у Досанеса в целом-то выносливость хорошая, он может драться 5 раундов, но вот в возрасте 37 лет, опять же, в октябре будет 38, в категории 80 килограмм, 70 килограмм на почве весогонки, ну, как бы я тоже в кардио Досанеса в данный момент уже прям не суперуверен, поэтому зависит от того, как физик подойдет к бою, если он будет нормально распределять нагрузку, если он будет хорошо готов, если он не объедался в шашлычных перед этим турниром, то в принципе, я думаю, что он 3-4 раунда забрать может, и даже если он там последние раунды полежит на спине, но разгромно не проиграет, то он в принципе этот бой должен забирать, ну, а теперь пароль весна-лето 2022, задаем два вопроса, может ли этот бой дойти до решения, да, может ли он быть близким, да, поэтому надо ли ставить на физива за 1.46, что там в конце вот этого боя, где физиев будет явно лучше в стойке, а досанец, если сможет, то будет лучше в борьбе, что там в конце этого прекрасного боя увидят 3 уважаемых конченных человека, которые сидят за той, ну, за сеткой там с той стороны, это вообще угадать невозможно, они могут увидеть все, что угодно, поэтому, как бы, ну, какие-то очевидные варианты, типа там физива за 1.46, ну, я не особо хочу как-то рекомендовать, советовать на это вгружаться, то есть, при том, что досанец, в принципе, ну, вот на этом турнире, ну, тоже такой вполне себе приличный андердог, коэффициент достойный, боец известный, опытный, выступления последние, ну, такие добротные, ну, прям не супер, прям не супер, поэтому я в целом отдаю предпочтение физиву, ну, ставить за 1.46, в главном событии, я бы на него не стал, на этом у меня все, со всех по 44 рубля, ну, или там по 4 рубля, всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, оставляйте лайки или дизлайки, что вам там нравится, сильно не рискуйте и берегите себя, всем пока!